Добрый день, сегодня я буду перестанавливать macOS и в этом видео я хотел поделиться своим опытом по тому, как сделать это наиболее эффективно, быстро и с меньшей головной болью. Конкретно моя причина для чистой установки заключается в том, что я на канале рассказываю о программах для macOS и в результате частных установок различных приложений я получил общую захламленность системы, которую невозможно вычистить никакими программами или средствами, а также за три года с момента последней инсталляции вылезло такое большое количество багов и ошибок, которые я никак не могу побороть. Так вот, для моего способа переустановки системы вам понадобится выполнить следующие действия. Первое это скачать из Mac App Store официальный образ macOS, в моем случае это El Capitan. Скачать приложение DiskMaker X с официального сайта приложения, версии, которая поддерживает именно El Capitan. Найти одну, а лучше две флешки объемом не меньше 8 гигабайт, желательно USB 3.0. Отформатировать в дисковой утилите эти флешки, запустить DiskMaker X и выполнить простые инструкции и подождать, пока программа установит образ системы на вашу флешку. В моем случае это заняло около 30 минут. Если есть еще одна флешка, сделайте на всякий случай загрузочной и ее. После этого вы находите внешний жесткий диск и делаете полный бэкап системы с помощью таймашин. Мои советы по бэкап с помощью таймашин есть в соответствующем видео на канале. Пока система делает бэкап, на еще настроенной и привычной вам системе заранее скачивайте на внешний HDD все приложения, которые отсутствуют в Mac App Store, которые вы точно знаете, что будете использовать. Туда же на внешний HDD перенесите вручную файлы с внешних хранилищ, вроде Dropbox, и сделайте экспорт из приложений с собственной большой базой данной, ну вроде Варнаут. Принесите сохранение из программ, из тех программ, которые позволяют это сделать. У меня это позволяет делать AirMail, AlfaR2, BetaTouchTools, OnePassword, в котором я, кстати, храню все пароли, рекомендую их заранее сохранять. База DayOne Classic, база MacJournal. Отдельно сохраняю контакты, потому что периодически Mac их дает, так же как и iPhone. Также очень рекомендую сделать множество сканшотов или просто с помощью QuickTime записать видео, пройдя по всем настройкам системы. Этим вы сильно сэкономите себе время, когда на новой системе будете пытаться сделать, как было. У меня для себя лично, ну в принципе и для вас, есть специальное видео на канале, где я рассказываю все свои настройки Mac OSI. И еще раз рекомендую вам сделать бэкап Time Machine на внешний жесткий диск, а попасть в Recovery Mode в Mac OS X можно, зажав Command и R. После чего определится ваша флешка, и вы можете с нее установить свою систему. Субтитры сделал DimaTorzok